всем добрый день с праздником всех спасибо что в праздничный день пришли надеюсь сегодняшние полтора часа будут для вас полезными интересными постараюсь рассказать не то нисколько о самом инструменте сколько о том когда как и почему его применять потому что инструмент в принципе тот с которым большинство уже сталкивались немножко о себе кто сегодня с вами такая непрофильная вещь это как траблшутинг то есть занимаюсь точечной помощью бизнесу и а таких как я обычно не пишут люди не любит рассказывать что к ним такие люди приходят перейдем к плану на мероприятие что я сегодня хочу рассказать обсудить показать первая часть будет о тех инструментах которые присутствуют потом покажу как можно со смартфоном работать и как он может продавать услуги дизайнеров покажу инструменты как можно понять кому из клиентов идти что клиенты они многогранные и в конце покажу кейс лично которые сделали как повысить продажи услуг и материалов при среднем чеке больше 30 миллионов рублей начнем современных технологий современные технологии мы с ними все сталкиваемся нравится нам это или нет каждый им пользуется 20 лет назад мобильный телефон на который сейчас есть у каждого казался близким к чуду это современный мир и мы в нем живем порой это кажется что это роботы еще что-то сложное нет нет современные технологии они просто пропитали всю нашу жизнь если брать то о чем сегодня буду говорить это и а он очень близкий к виару здесь на мой взгляд на текущий момент именно для продаж он интереснее хотя опять же я видел что в яре прекрасная история для обучения мчс проходит то есть для меня было просто фантастикой когда человеку не нужно там тренироваться на каких-то сложных аппаратах не нужно там ничего поджигать ему просто дают кусок бронсбойта одевают очки и он полностью обучается как тушить бронсбойт еще отдачу делает уникальная история на мой взгляд я но немножко проще он дополняет то что мы видим не заменяет полностью а только добавляет какие-то моменты и это очень часто может играть на руку это во-первых достаточно просто практически все может делать простой мобильный телефон планшет эта информация может быть зашита в qr-коды может воспроизводиться как здесь там просто с карты вот напечатанная простая гладкая поверхность а наводишь камеру и происходит небольшая магия здесь очень важная история чему он помогает это управление ожиданиями то есть когда мы человеку показываем красивый каталог он на него смотрит да красиво но не всегда просто представить что же получу на выходе а когда картинка становится объемно когда картинка оживает а учитывая что глаза это там самый сильный анализатор у человека и порядка 70 процентов населения это все-таки визуалы то есть мы в основном все-таки любим глазами важная история что когда это происходит в таком небольшом формате по управлению ожиданиями и что это картинки с алиэкспресса которые пришли не такие как на фотографии то кто пользовался иногда с таким сталкивался но иногда ситуации становятся более масштабными это реальная история которая произошла в ярославской области людям показали что им построить новое спортивное сооружение ну красиво современные современные линии ломанные вещи все прекрасно люди уже у себя в микрорайоне мечтали как будут ходить сюда и отправлять детей заниматься спортом но произошла реальность поэтому здесь очень важно именно управлять ожиданиями людей и как раз и ар очень хорошо позволяет это делать один из самых классных инструментов которые есть у каждого эти можно управлять это смартфон то есть он правда агент он там не агент 007 который пытается что-то стащить он не пытается что-то там продать внезапно нет здесь история про то что человек когда хочет увидеть то как будет это выглядеть именно у него у вас появляется такая возможность как будет смотреться там какой какой-то предмет интерьера какая-то там малая архитектурная форма в том числе это может даже застройщик показывать людям которые приходят выбирать квартиру он может показать не только там вот поле мы траву скосим и вот что-то здесь будет вот он может предложить посмотреть какая будет детская площадка во дворе как будет выглядеть дом то есть человек может выйти в это поле открыть смартфон и посмотреть вот как это вообще все будет ну здесь конечно главное чтобы не происходило реальность в суровом ее формате но это упрощает коммуникацию реально с человеком причем это может быть не какие-то отдельные элементы декора или предметов здесь air позволяет дополнить ну практически все пространство при этом человек у себя видит вокруг как есть сейчас и одновременно есть возможность увидеть как это будет естественно желание это приобрести оно значительно увеличивается хотел рассказать интересную вещь про управление ожиданиями почему их очень важно отслеживать и понимать что нужно потому что если происходит какого-либо события и ожидания могут быть либо не оправданы либо оправданы либо превышены если они не оправданы клиент просто не удовлетворен если оправданы так и должно быть то есть он не говорит что это вау он к этому привык а вот если они превышены то в этом случае у него возникает восторг это если взять какой-нибудь пример с ритейлом была такая сеть уникальная я в ней был всего однажды называлась она светофор никому не доводилось в ней бывать очень специфическая супер эконом когда после посещения такого человек приходит в условную азбуку вкуса то у него происходит просто превышение всех его возможных ожиданий и он становится очень лоялен к магазину а что происходит если он не удовлетворен все просто он уходит все ему не понравилось он больше сюда не придет если все так как он и думал как обычно ничего не изменилось если появится предложение лучше он спокойно уйдет и изменит поставщика проблем нету а вот если его ожидание превышено то тогда возникает у него лояльность но здесь многие скажут ну тогда нужно делать как можно больше для клиента нет на самом деле нужно превышать его ожидания совсем немного расскажу такой пример когда на практике люди решили сделать птицам скворечник обычно их делают из самых простых дешевых досок сколотили 4 доски все нормально повесили выглядит страшно но зато птицы живут а если вы сделаете из-за хорошо отшкуренной еще и от лакированной доски прекрасный блестящий скворечник он будет выглядеть ну правда красиво но птицы в нем не поселятся потому что птенцам нужна шероховатая поверхность чтобы выглядывать из скворечника он будет слишком красивым для них поэтому очень тонкая грань которую нужно чувствовать владельцу бизнеса продавцу услуг когда нужно с удовлетворением клиента остановиться и не делать это сверх много по поводу клиентов очень такая история что не всегда мы понимаем что именно ему нравится и что именно он хочет вот как в ситуации со скворечником мы же сделали самый красивый то правда там ни одного соседа такого нет на участке но здесь важно понять что именно ценно клиенту почему он выбирает именно этот продукт почему ему важна именно эта часть услуги это очень важно и здесь поэтому очень серьезную историю сейчас уходят многие предприятия которые занимаются исследованием клиентского опыта потому что не понимая что нужно клиенту можно делать все что угодно и не попадать очень часто у производственных организаций история что половина нашего маркетингового бюджета тратится впустую хорошо бы узнать какая и по поводу важности визуализации прекрасно можно предлагать всем вот пожалуйста берите красиво сейчас вам сделаем но это расходы клиент не всегда готов платить вот за все и сразу как понять кому когда ну и в принципе зачем хочу рассказать чтобы не было обидно ни архитектором ни дизайнером буду рассказывать на примере который известен всем и связан с рынком b2c то есть не относящийся к дизайну интерьера но который очень четко показывает историю с моделью потребления когда мы смотрим на покупателя мы очень часто видим например семью как единого покупателя который вот семья покупает у нас что-то но на самом деле в этой семье есть много акторов которые влияют на совершение какого-либо действия какой-либо покупки причем это происходит достаточно на бытовом уровне и очень частая ошибка правда что такие ячейки они воспринимаются как единый клиент а чтобы понять кто есть внутри нужно ответить на небольшой список вопросов я предлагаю всем не тратить время на их прочтение правда много потом я думаю либо с организатора организатора либо я смогу эту презентацию отправить можем можете прочитать на самом деле вопросов достаточно много для того чтобы понять кто клиент что он думает как он это делает но всегда проще понимать это на примере к нему мы как раз сейчас и перейдем обычная ситуация вечер и один из членов семьи говорит что хочу сосисок другой человек их покупает а третий а третий оценивает и говорит что больше не надо так кому их продавать покупает один решает другой просит третий кому рекламу по телевизору показывать в конце концов но и здесь можно разобраться описывается это как раз модель употребления и отвечая на многие эти вопросы мы можем получить вот подобную схему то есть мы должны знать кто является инициатором покупки кто просит приобрести это кто является покупателем физически кто деньги за это относит а пользоваться им может совершенно другой влиятель на покупку третий оценивает вообще другой человек и здесь становится важным всех этих людей в модели потребления увидеть и понять что им важно и построить так называемую модель потребления она может быть текущая как это происходит сейчас что именно сейчас покупается продается почему именно он является пользователем или влиятелем и построить ту модель которая будет являться целевой как мы хотим чтобы это происходило и можем ли мы это так изменить либо придется влиять на тех кто уже внутри этой модели модель не меняется очень важная история что прошу прощения очень сильно отличается в этой модели классическая история про описание субъекта который по демографическим признакам условно описывается мужчина средних лет делающий это сильно отличается от описания потребительской роли здесь описывается то что человек реально делает что он любит что он чувствует как он к чему-либо относится и это очень важно видеть что история именно с профилем субъекта которого вы смотрите она может в разных семьях один субъект но он исполняет другую потребительскую роль и это тоже важно учитывать при построении модели сейчас вот как раз возвращаясь к тому что хотела разобрать вот просто на мой взгляд одна из кладезей вообще про систему употребления кто проработал это киндер сюрприз все с ним знакомы приятная знакомая всем вещь сейчас мы на нем достаточно быстро разберем каким образом те кто его сделали просчитали практически все просто беспроигрышный продукт у него есть несколько человек которые его потребляют ну как бы понятно первый субъект это ребенок тут вопросов нет потом появляются еще родители они обязательно в этой системе есть 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 прочие взрослые и очень важная история которую очень часто не видим мы когда например продаем услугу только одному человеку и не видим весь его бэк-офис вот это прочие прочие люди но здесь это будут прочие дети и что получается тот кто хочет что делает ребенок он является сразу попадает сразу в несколько категорий он и сам хочет он и пользуется он и оценивает он и говорит купи ну вот мне понравилось купи вот у родителей ну редко родители пользуются самим киндер сюрпризом но они являются плательщиком потому что основная категория потребления именно детей которые пользуются киндер сюрпризом это целевая аудитория от 3 до 7 лет редко у ребенка такого возраста есть карманные расходы для прочих взрослых это тоже отличная история была проработанная когда они идут в гости им нужно купить простой подарок известный чтобы никому не было плохо и достаточно недорогой прекрасно это подходит вот и возникает еще один участник это прочие дети они являются очень важным оценщиком что если у ребенка есть этот киндер сюрприз его выхвали да, молодец, классно у тебя он есть у меня тоже мы молодцы эту историю очень часто вот этих прочих людей детей при построении любой модели продаж мы очень часто не видим когда мы приходим к клиенту мы видим одного клиента он может быть даже например мы делаем там дизайн одинокому человеку который живет там у себя в студии один человек вокруг него даже вроде никого нет а на самом деле среди оценщиков которые будут может быть очень много людей если мы их не увидим мы можем не попасть в целевую потребность этого человека а с потребностями здесь тоже снимаю шляпу потребность они закрыли все и у родителей и у детей что хотят дети что хотят родители одни хотят получать подарки вторые дарить дети хотят шоколад а что хотят родители ребенок хочет игрушки а с шоколадом смотрите какая история получается чтобы его было мало и киндер сюрприз закрывает этот вопрос а с игрушками они тоже закрыли историю для родителей это история про мелкую моторику ну вот такой простой продукт кажется который там лежит на каждой полке в магазине а прежде чем его выпустить была сделана огромная работа для того чтобы работать всех кто с ним может столкнуться не могу сказать что этот инструмент универсальный и точно скажет когда и что делать но здесь я хотел показать самое важное что когда мы общаемся с клиентом мы должны понимать что возможно он является инициатором но не является плательщиком или не является пользователем он делает ремонт или стройку делает для своих друзей родственников еще кого угодно и здесь всегда нужно смотреть на всю картину иногда это сложно но чем шире взгляд тем больше можно увидеть и хотел подойти к самому интересному это про тот кейс который делали совместно с партнером с аргу работал компанией которая занимается поставкой фасадов на коммерческую недвижимость большие очень сделки примерно вот такие вот объекты огромные площади огромные здания как бы какая здесь дополненная реальность но она здесь была очень нужна потому что возвращаясь опять же к таким домам классическая визуализация при продаже коммерческой недвижимости выглядит так вот смотришь на такую картинку инвестор смотрит да вот именно за это я хочу отдать 45 миллионов да вот именно это мне нужно ну работает честно говоря не очень что мы сделали начали делать вот такие визуализации кажется что она практически не отличается но в ней есть одна очень важная вещь это возможность ее покрутить здесь если навести камеру на qr-код вот откроется ссылка по которой появится 3d модель в телефоне вот которую можно крутить но здесь мы делали интересней то есть сейчас для выступления она будет вот в таком формате чтобы можно было быстро открыть и покрутить а сделки мы закрывали каким образом когда менеджер приходил на переговоры к инвестору вот он уже заранее загружал всю эту картинку к себе в телефон доставал и в момент переговоров показывал клиенту говорит вот смотрите ваше будущее здание кстати на столе у вас стоит посмотрите эффект был потрясающий компания просто занимается поставками панели которые отличаются немного от рынка вот и человек увидев то здание которое у него будет вот когда его картинка если попало с тем что он ожидает эффект был просто потрясающий там где мы это использовали конверсия на финальном этапе сделки доходило до 95 процентов то есть отказов практически не было потому когда человек видит ту картинку которую он хотел бы увидеть он от нее редко отказывается один из ювелирных брендов таким образом закрывал рынок до продаж когда к нему в магазин приходила девушка что-то смотрела но не покупала как сделать так чтобы она вернулась цена вопроса оказалась безумно смешная они давали ей одеть эти украшения фотографировали на полароид и отдавали фото карточку с собой очень подло очень подло но работала сумасшедшим эффектом потому что увидев себя уже с этими украшениями увидев себя с тем как девушка будет выглядеть отказаться от покупки практически невозможно поэтому возвращаясь там ко всей своей истории про управление ожиданиями про модель потребления мое личное мнение что когда мы видим весь путь клиента всех клиентов мы можем видеть которые проходят через нашу сделку то как бы это не было грустно для клиента мы можем им управлять и не увидев всей картины точечно нажать вот здесь вот это на уровне проверки гипотезы поэтому не могу сказать что самое важное будет это клиент прошу прощения сбился так засмотрелся на картинку вот извините в ней еще была важная вещь которую мы делали это про освещение здесь на загруженной картинке которая будет его просто можно покрутить в той модели которую делали для именно для клиента была возможность включать и выключать фонари мы ее сделали просто вот ради шутки вот включались фонари падало освещение включались вывески полчаса человек играл вот у нас следующая была история по поводу такой уже недополненной а реальной реальности потому что мы увидели там сумасшедший эффект от таких вещей по тем объектам где цена сделки была уже слишком высокая и вероятность выигрыша была очень важна прорабатывалась история по 3d печати таких моделей чтобы клиенту дарить не фотографию а дарить уже целиковый объект пока пока к этому не дошли кстати интересная история про аирм реальность это будет сумасшедший трамплин через я думаю год-два когда будет полностью доступна технология под 5g на днях опубликовали новость что уже первый спутник с ним есть она даст возможность обрабатывать данные не на смартфоне который есть сейчас а на большом сервере и теперь в ближайшем будущем нам будут продавать эти вещи с высочайшей детализацией потому что сейчас большой ограничивающий фактор в аэре это мощность обработки смартфоном планшетом всем чем угодно если тот же диван показать с ворсинками как он будет выглядеть придется подождать минут сорок пока загрузится при технологии 5g когда это все будет обрабатываться на серверах не на смартфоне он будет просто транслировать картинку то качество воспроизведения всех моделей оно будет на уровне фотографического оно будет на таком уровне что практически неотличимо и это конечно будет сумасшедший бум и здесь тем кто еще не пользуется аэром и пока в его сторону не смотрел рекомендую присмотреться потому что может быть что сделав сейчас шаг в эту сторону через год этим вы сможете закрывать просто огромный рынок своего сбыта когда будете уже научены этому инструменту когда здесь у вас не будет возникать проблем по процессу выстраивания и прочего здесь огромный шанс вот и многие говорят про эту технологию 5g если бы не там мировая история это бы произошло чуть раньше но это все равно произойдет уже там скорость мобильного интернета по сравнению с тем что было там даже несколько лет назад возросла катастрофически тут уезжал пожить на Сахалин оказалось что у меня мобильный интернет быстрее чем домашний то есть бывает даже и так поэтому что могу сказать про AR подводя свое выступление к какой-то логической точке это то не зачем будет будущее но это то с помощью чего мы можем немножко приукрасить то что будем делать продавать мы сможем показывать людям его результат того такой какой он может увидеть когда он после проведенной работы откроет скриншот с телефона полугодовой давности как он это видел и посмотрит на то что у него получилось и если не будет как с физкультурным центром он с удовольствием пожмет всем руку скажет спасибо и останется довольным и будет всех рекомендовать своим друзьям и знакомым на самом деле сегодня выходной день не хотел всех надолго задерживать хотел всем сказать спасибо за то что вы пришли хотел принести небольшой пользы надеюсь удалось и настроение поднять и немного дать инструментов которые можно использовать в повседневной жизни по поводу презентации если кому-либо нужны будут сама презентация либо еще что-то мои контакты пожалуйста буду рад ответить на все вопросы если они будут ну и на самом деле наверное на сегодня я хотел бы закончить и поздравить всех еще раз с праздником спасибо вам большое поблагодарим Алексея Чуприцкого спасибо